Ситуация на Украине Наступление в Красном Лимане подтвердил пресс-секретарь антитеррористической операции Селезнев Ополченцы утверждают, что Славянск полностью сейчас окружен Глава Луганской народной республики Валерий Болотов заявляет, что накануне в ходе боев под Луганском погибли мирные жители Мы не можем подсчитать на данный момент количество погибших среди мирного населения Естественно, очень большое количество погибших именно является со стороны мирного населения Болотов сообщил, что ополченцы контролируют три КПП на границе с Россией И рассказал подробности вчерашнего боя с батальоном Айдар, который басформирован из активистов Майдана По словам Болотова, это подразделение практически уничтожено Ополченцы взяли в плен восемь бойцов Айдара, по версии секретаря СНБО Украины По рубе погибли четыре украинских военнослужащих Руководитель группы информационной сопротивления Дмитрий Тымчук сообщил, что батальон Айдар начал действовать самостоятельно, без согласования с командованием И наткнулся на превосходящие силы противника В российских регионах гранича с Украиной находится около 400 тысяч граждан этой страны Об этом заявил глава ФМС России Константин Ромодановский Причем 70 тысяч прибыли за последние четыре дня Отмечу, власти приграничных областей называли куда более скромные цифры Ранее, например, в Ростовской области всего насчитали около 30 тысяч беженцев Ну и сейчас у нас прямая связь с Краматорском Там находится член народного ополчения Донбасса Алексей, здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Да, Алексей, к сожалению, не написали мне ваши фамилии, видимо, в спешке связывались с вами Представьтесь, пожалуйста Ну, Алексей, меня зовут, фамилия пока говорить не буду А, это вот из этих соображений, хорошо, спасибо Добрый вечер Алексей, сегодня приходит информация о массированном наступлении украинской армии Вот по всей территории Востока Украины Сообщается о боях с применением бронетехники и авиации Вот в Краматорске какова сейчас конкретно обстановка? В Краматорске на данный момент, в принципе, сегодня днем был обстрелян практически жилой сектор То есть здесь несколько метров до жилых домов девятиэтажных Прицел был, скорее всего, направлен в сторону газово-распределительной станции То есть если бы туда попали, ну, были бы катастрофические просто жертвы Вот Буквально минут 15-20 были слышны выстрелы тяжелой артиллерии со стороны Короче, она, ну, славянского направления То есть слышно, что там идет действительно там жесткий бой именно То есть содрогается от центра города Детонация очень серьезная Вот То есть повредили, как бы у нас здесь в районе повредили там дома людям Ну, там есть у нас усадьбы, в общем-то Посадка такая небольшая Но нас сопряжена с кладбищем То есть по кладбищу попали, понимаете, как бы Вот Вчера, допустим, позавчера были обстрелы у нас со стороны второго города Это кондиционер-завод, то есть обстреляли Также попал людям частный дом Снаряд, то есть дома практически нет В городе катастрофическое положение с водой Воды у нас нету То есть приводятся бочки Бочек не хватает людям, ну, с водой очень туго Вот Плюс то, что у нас, допустим, в больнице есть к гемодиализу подключенные люди Там без воды вообще никак То есть, ну, это вообще катастрофа Алексей Пытается организовать это, да Насколько велики жертвы среди мирного населения? И вообще есть ли они? На сегодняшний день официальная версия после вот обстрелов, которые были у нас в районе соцгорода Ну, в центральной части города Там, ну, приводили числа 10 человек погибших Сколько? Сколько? 10 человек погибли 10 человек погибли Вот, то есть и раненых много Много нанесено инфраструктурия, там, повреждений То есть, да, не повреждено много Многие люди практически и фактически остались без жилья Потому что вылетали в окна и стекла, и двери, и дома рушек И крышки, и все на свете Алексей, благодарю вас На прямой связи с нами из Краматорска Был один из ополченцев Донбасса После паузы Продолжение следует Продолжение следует...